Вот там вот на 15 этаже находится моя квартира, которую я приобрел в 2012 году. Тогда этот дом уже облицевали и даже начали внутреннюю отделку. Но вместо долгожданного новоселья 7 лет ожидания. Ипотечный кредит по 15 тысяч рублей в месяц. Сейчас семья Павла Тобольского нютится в квартире родственников. Когда я приобретал квартиру, у меня жена еще даже не была беременной. На данный момент у меня уже трое детей и до сих пор не могу еще въехать в свою квартиру. И уже и квартира, которую я приобрел, она уже не актуальна, так как она уже маленькая. Надо уже покупать следующую, а я еще и это не получил. Этот дом на перекрестке Амирхана-Чистопольска один из самых проблемных долгостроев в Казани. Его фундамент заложили еще в 2004 году. Активно дом начали поднимать в 2012 году сразу с 3 до 21 этажа. Но потом стройка встала. Как сообщили сегодня в Казанском Кремле, срок сдачи объекта 2020 год. Проблемами обманутых дольщиков займется Республиканский фонд. Сегодня-завтра выйдет постановление правительства. На контроле сейчас 25 долгостроев. Более 4 тысяч человек ждут новоселья. Инвесторам-застройщикам предлагают 15 земельных участков общей площадью 255 гектаров. Инвестору предлагается земля. На основе этого он вкладывает средства на достройку проблемных домов. Суммы у каждого объекта разные. Инвесторы, с которыми уже достигнуты договоренности, это ООО «Октаж», строительная компания «Бриз», «Комосстрой», которые зарегистрированы в Жевске, «Профитгрупп» Набережной Челны, «Евростиль» Набережной Челны. Распоряжением президента республики планируется передать фонду 100 миллионов рублей. Дольщики смогут продать свои квартиры. Стоимость будут считать на момент заключения договора. Такой вариант рассмотрит для ЖК «Золотая середина», где суд принял решение о сносе половины дома, признав его самовольной постройкой. Что касается остальных объектов, график сдачи уже определен. В этом году планируют сдать дом номер 5 в ЖК МЧС, ЖК «Яшлег» в Куюках, дом по улице Строителей Зеленодольский и по улице Зиновьева в Бавлах. Анна Городнова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.